Хоть по скиллам сборная Гибралтара слабее, чем Сан-Марина, но в официальном рейтинге FIFA да и UEFA Сан-Марина занимает последнее место, поэтому выбираем именно их. Я помню, что играл за них чемпионат мира, но это была совсем другая история. Я просто нажал кнопку далее и меня пихнули в группу Португалия, Франция, Германия. Спасибо, Пес, я тебя тоже очень сильно люблю, но знаете, я согласен на такой расклад. Но в таком случае небольшое условие, сыграем на предпоследние сложности. Легенду я вообще не рассматриваю, потому что, ну... Я играл за Сан-Марина чемпионат мира на сложности легенда, и это оказалось не лучшим моим решением. Я был молод, я был молод, горяч, думал, что мне все по плечу. Сейчас я повзрослел, понимаю, что мой максимум это предпоследняя сложность, не учитывая легенду. Поэтому выбираем, получается, да, лучший игрок. У меня уже, собственно, вот он по умолчанию и стоит. Просто в таком случае будут хоть какие-то шансы на выход, хоть какая-то борьба, интрига. В общем, если вам эта первая серия зайдет, я скажу, блин, красавцы, пацаны, и сниму вторую серию. Так, ну что у нас тут по составу? По составу все довольно печально. Интересная схема в 28 полузащитников центральных. Так, вот есть чел со скиллом 57. Это сан-Маритянский, наверное, Хави. Мы его поставим вместо Мула... Муларони. Кейт Мобайл, привет. Не все поймут, не многие вспомнят. Есть Нани. Блин, нифига себе, человек играл в МЮ. Теперь он здесь. Возможно, я эту шутку шутил, когда снимал Чемпионат Мира за Сан-Марина. Но это прошло уже полгода, а то и больше. Все забыли. Я тем более, я уже старый. Это тот самый Вартарь, который получил много подписчиков в Инстагруме, пропустив 9 голов от нас. Или же он. Я помню, что фамилия была бы не Детти, но их два бы на Детти. Но, с другой стороны, Сан-Марина настолько маленькая страна, что там, наверное, каждый имеет какие-то родственные связи друг с другом. Так, еще я могу поставить себе правого защитника Цезарине. Блин, офигенная фамилия, похоже на пельмени. Вот, ну, вы кушали пельмени Цезарь? Ну, они не очень, честно говоря. На самом деле, я много болтаю, потому что просто боюсь начинать матч, ибо сейчас меня... Тут есть щел со скиллом 60, блин. Так, что мы будем с ним делать? Мы сделаем вот... Блин, нет. Пожалуй, что это лучший состав. За окном сейчас кричат маленькие дети, радуются жизни. Я же играю в пес за Сан-Марина. Мог бы я подумать, когда мне было, там, 5 лет, что я буду в 27 лет играть за сборную Сан-Марина и веселить вас? Вряд ли. Я тогда вообще не знал Сан-Марина такого слова. Все, что я знал в те времена, то, что бегать за бабочками весело. Эх, детство. Блин, чуваки, 5000 лайков, и я сниму видос, как я бегаю за бабочками. Слово пацана, а? Слово пацана, нифига себе я сказанул. Я такого слова не говорил, наверное, словосочетания не говорил, наверное, тысячу лет. Я считаю, что было бы справедливо, если бы, например, Португалия играла бы по правилам хоккея, то есть в шестером. Я думаю, что у меня есть шанс на лучшем игроке. Я думаю, что никто не будет ныть по этому поводу. То есть, ну, сами понимаете, чуваки, если я буду играть на звезде или на легенде, то, ну, это опять будет без шансов. Проиграем первые два тура и, собственно, забей. А здесь, хотя я чуть-чуть потерял сноровку, последний месяц я не играл в пес особо. Ладно, меньше слов, больше атак, больше комбинаций. Все, это вот единственная комбинация нашей полтора паса. Ну и вот стеночка. Мда. Ну, стоит признать, что португальцы тоже пока не показывают особой прыти. И мы довольно легко нашим, не знаю, у нас просто забор, просто чистокол полузащитников. Там их, не знаю, человек 20 было. И португальцы не могут эту оборону пройти. Тише, штанга, штанга нас спасает, это про он побил, Рафа, по-моему, пробил или кто? Да кому это интересно, серьезно? Сейчас бы смотрели настоящая Евро, прикиньте, а не Ростов-Сочи, 10-1. Но, 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 не судьба. Так, так, так. Капец, он медленный. У него что, в карманах чугуновые гири? О, братан. Тихо, 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 тихо. Извините, простите. На рекламном баннере появились какие-то заклинания в виде иероглифов, надеюсь, это помощь нашим футболистам, там, сила ветра, помоги быстрее бежать. Ить, вот сейчас она помогла бы, как никогда. Ну, все, пацаны, евро закончено, это 1-0. Ольга и Роналду первым же ударом, конечно, и давай праздновать гол ворота Сан-Марино. Я кое-что понял в этой жизни, а понял я, что нужно играть в более атакующий футбол. Так, как там меня учили, да, вот так вот пару раз дернуть, и все будет хорошо. Ну, это я про атакующий настрой. Так, так, опять не хватает последнего паса. На самом деле не хватает скорости, ударов, защиты, навесов. Ничего не хватает, но вот сейчас именно, вот, именно, да. Сейчас, пацаны, будет образцовая атака, смотрите, просто, просто все будет в пас сыграно. Эть, смотрите. До этого я с Португалией просто игрался. Заманивал ее, так сказать. Эть, эть, эть. В принципе, как такой набросок, черновик, неплохо. Я надеюсь, слово черновик сейчас никого не оскорбляет, а то просто черновик. То есть, ну, как бы тетрадка, куда записывают мысли, наброски. Если что, то извините, на всякий случай. Сейчас такое время просто. Опа. Не, ну, в принципе, на этой сложности действительно какая-то интрига есть. Вот моменты какие-то даже у нас есть. Да и гол португальцев был совсем не обязательный. Капец, они, конечно, голам радуются, как будто бы это не Канцелу и Роналду, а Кокорин и Заболотный. Возможно, кто-то скажет, что я лох. Ну, типа, опять проиграл. Но мне есть что сказать в ответ. Например, вчера в парке я видел белку. А? А? И кто теперь лох? Ох, ладно, давайте хоть, я не знаю. Надо забить гол, потому что если не забьем гол, то я потеряю в себе последнюю уверенность. И, не дай бог, стану фифером опять. Вообще, здорово. Палацци, блин, классная фамилия Палацци. Подходит для какого-нибудь мафиози. Хо-хоу, блин, там прям... Это был классный кадр, кстати. Смотрите, какой-то чел из нашей команды просто такой, на тебе по хребту. Но промазал. Это, кстати, был Палацци. Не зря я назвал его мафиози. Парень решает вопросы в своем стиле. И вновь Палацци отбирает мяч. Блин, хороший игрок, кстати. Надо бы это в ФМ чекнуть в Сокол. Кстати, по поводу Сокола сегодня будет стрим. Будем делать трансферы. А пока что... А пока что делаем комбинации в два паса. Так. Наклевывается. Наклевывается. Ну, вообще он мяча не видел. Это футболист или... Ну, хотя... О чем я говорю? Это сборная Сан-Марина. Это какой-нибудь почтальон. Скорее всего, охранник. Учитель. Просто хороший парень, возможно, которому дали сыграть на Евро. Эть. На! Ууу, штанга! Я... Я... Блин, вот сейчас я прям в команду поверил, что возможно. Все возможно, ребята. Блин, неужто в Сан-Марин нет ни одного человека с ростом 3 метра, чтобы на него навешивать? Сейчас был бы гол, например. Забегай, забегай в щель. Сука. Не, ну, с другой стороны, это действующие чемпионы Европы. Сами должны понимать, чуваки, что... Есть! Есть! Это очень важный гол. Очень важный гол в плане веры. Веры в команду. Это нания. Сэр Алекс Фергюсон сейчас просто пускает старческую, ностальгическую слезу. Ну, гол-то те классы, кстати, такой в стиле брейкдэнс. На нафиг. Это Сан-Марино, город в стиле диско. Так, ну к чем, как говорится, черт не шутит. Вдруг сравняем. Ахахаха! Почему? Португальцы просто ошеломлены нашим напором, нашими бестами. Еще вчера они не знали о существовании Сан-Марино, но теперь они еле отбиваются. Это из Товса, это ясно. Судья, видимо, из... Из этих. Из фанов Криштиану Роналду, я хотел сказать. Ну не, штанга, штанга, штанга оставляет нам последний шанс. Пять минут до конца. Тихо, 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 тихо. Не самое идеальное атака стоит признать, но она продолжается. Тем не менее, продолжается. Сука. Походу, я сейчас еще и третий пропущу. А вдруг, а вдруг футбольные боги сегодня... Нет, явно не... Надо было гороскоп читать, футбольные боги сегодня не за нас. Не, ну чуваки, была перспектива, стоит признать. Реально могли счет сравнять, поэтому если это видео наберет, ну, несколько лайков, я не знаю, хотя бы два. То есть, один мой и второй, например, твой. Вот ты поставишь лайк, тогда выйдет вторая серия, там Франция и Германия. В общем, я думаю, будет любопытно. До скорых встреч, приятного просмотра. Чего? Приятного просмотра. Чему это я сказал? Короче, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok